МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Ввести в срок. Вопросы строительной отрасли обсуждали на Всероссийском селекторном совещании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессиональная среда. Столичных школьников знакомят с будущими специальностями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спец на волне 100 и 3 ФМ. Таванрадио готовит музыкальную премию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стране реализуют национальный проект «Жилье и городская среда». Задачи для регионов сегодня обозначили на селекторном совещании. В обсуждении принял участие и председатель правительства Чувашии Иван Маторин. В формате видеосвязи региональные власти согласовывают планы работ на 6-летний период. Уже до 15 декабря необходимо утвердить паспорта приоритетной программы. Задача для субъектов страны – наращивать объемы водожилья. Мы получили от вас, коллеги, ваше предложение по объему водожилья до 2024 года. Из 85 субъектов только 10 субъектов реально показывают прирост. Я вас прошу посмотреть на объемы водожилья через среднюю обеспеченность метрами на душу населения. Чтобы достичь планки 120 миллионов квадратных метров введенного жилья в год, необходимо стимулировать строительство индивидуальных домов. Еще одна задача – снижение ставки ипотеки. Льготные кредиты – залог повышения спроса на новые квартиры. Мы работаем с банками о том, что ипотека была как минимум такой же, как и на индустриальное жилье. Механизмы поддержки строителей разрабатывают и в республике. В перспективе должны быть упрощены разрешительные процедуры. Вопросы с земельными участками в регионе решены. Застройщики могут ввести до 7 миллионов квадратных метров. Был бы спрос. Реализацию проекта в комфортной среде в городе с руководителями строительных компаний недавно обсуждал и глава Чуваши. Чтобы были подъездные пути, спокойно можно было въехать, выехать с определенными парковками и не было практически больших пробок. Чтобы были дворовые территории благоустроены, были спортивные площадки и все остальные объекты – это и школы, и детский сад, и медицина, и поликлиники – были в шаговой доступности. До конца года в республике планируют построить свыше 600 тысяч квадратных метров жилья. А это больше, чем в 2017-м. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Валерий Резюков. Республика. А в Маргаушском районе продолжают обсуждать с перспективы строительства китайского агропарка. Сегодня с местными жителями и инвесторами встретились вице-премьеры правительства Владимир Аврелькин и Сергей Артамунов. Вот как нам прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства республики. Понятно, рабочий день, народу не так было много. Мы еще будем встречаться и в выходные дни, и по вечерам, когда основная масса народа уже находится в деревне. Обстоятельный разговор все равно состоялся. Мы услышали мнение населения, мнение староста деревни. Вообще любое начинание, даже перевод земельного участка и земель промышленности, земли сельского хозяйства или под жилую застройку, или земли сельского хозяйства под жилую застройку, включение земельных участков в границы населенного пункта. И все такие моменты оформительские, они должны всегда проходить согласие населения. Это самое главное. Глава республики ставит такую задачу, что любая инициатива должна исходить от населения. То есть дороги должны строиться там, где просит население. Тротуары должны строиться там, где просит население. И земли переводиться под жилую застройку в том числе тоже должны делаться с населением. Хотя перевели сельхозугодие под земли строительства. Были проведены публичные слушания, есть документы. Земли на самом деле были переведены. Но, к сожалению, население, не все об этом, к сожалению, знали. Основные возмущения начинались оттуда. После встречи с местными жителями вице-премьера договорились собрать инициативную группу. С ее представителями будут обсуждать все детали реализации. В любом случае, отмечает министр сельского хозяйства, необходимо взвесить все за и против строительства агропарка. Конечно, плохо было слышать, что многие говорили. Мы без, нам всего хватает, молока, мяса, зерна. Нам никакое производство не нужно. Конечно, это не перспективно. Мы сами смотрим, наблюдаем, как молодежь уезжает. Сами жалуемся, что многие уезжают на заработки. Негде работать. В то же время, говорим, нам ничего не нужно. Это как-то, во-первых, не перспективно. Мы не думаем только о своем поколении, значит, ни о будущем, ни о молодежи. Какой-то лишний страх непонятный. Конечно, так нельзя. И нельзя думать только за себя, только за свою деревню. Надо рассматривать, подходить ко всему комплексно, учитывая интересы Чувашской республики и всего населения Чувашской республики. И мы должны, основная задача, которую глава перед нами ставит, все национальности, которые живут на территории Чувашской республики, их всего 128, с приезжими студентами еще больше, мы для всех должны создавать равные, одинаковые условия. В республику поступил очередной транш дотации с федерального бюджета в сумме более 826 миллионов рублей. Всего с начала года поступило почти 9 миллиардов 100 миллионов рублей. Указанные средства направят на выплаты государственных пособий и других социальных выплат населению, зарплаты работникам госучреждений и другие расходы. Новые правила по вывозу ТКО действуют больше месяца. Как работает мусорная реформа в районах Чувашии, выясняла наша съемочная группа. Раньше мусор бросали в овраг, а теперь собирают в мешки. Нина Возенкина узнала, приедет спецмашина и увезет отходы на полигон. За несколько минут упаковала два мешка. Сегодня, видимо, объявление повесили. На днях вот этот мусор сейчас вывозится. Ну, сказали, вывозится. Процесс происходит так. Глава сельского поселения сообщает о наличии мусора регоператору, а тот уже отправляет машину по графику. В этом сельском поселении шесть деревень. Сейчас два раза уже вывозили, народ уже начинает понимать. Я думаю, в дальнейшем все уладится, все нормально будет. Пока квитанции не получали, но разговор люди пока еще не знают. Стараемся объяснить. 74 рубля 40 копеек в месяц с каждого человека. Сумма зависит от того, сколько человек живет в доме или квартире. Пока мусор вывозится в мешках, но в будущем году в деревнях планируют установить контейнерные площадки по программе инициативного бюджетирования. Мы уже рассчитали с главами сельских поселений, в каком населенном пункте сколько контейнерных площадок будет, какова стоимость данных контейнеров будет. И на сегодняшний день ведется работа по подготовке документации на участие в конкурсе. В райцентре в селе Красный Читай такие контейнеры установлены. По словам администрации, мусор вывозят без боев. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Организаторы незаконного игорного бизнеса в Чебоксарах получили от одного до двух лет условно. Приговор вынес Московский районный суд. Злоумышленники открыли шесть подпольных заведений и заработали более пяти миллионов рублей. Оперативники задержали преступников в феврале этого года. Всего по уголовному делу проведено более десяти обысков, изъято 84 игровых автомата, а также иные предметы, использовавшиеся обвиняемыми в своей противоправной деятельности и денежные средства. Свою вину они в полном объеме признали. По их ходатайству уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Профессиональная среда Так называется городской проект про профориентации школьников. Его цель – познакомить будущих абитуриентов с разными профессиями. Несколько мастер-классов для девятиклассников провели на базе Чебоксарского техникума транспорта и строительных технологий. Юлия Важенина подробнее. Даша Неконорова через три года закончит школу, но уже представляет, кем станет в будущем. Профессия строителя, а именно маляра, привлекает девушку. И мастер-класс по профориентации только укрепил ее намерения. Мне очень понравилось. Сейчас мне показывали, как правильно клеить обои, как правильно их сглаживать, чтобы не было всяких комочков и жирных мест. Мне мама занималась тоже строительной, ходила. Мы вместе всегда, если что, делаем дом-ремонт. В соседнем кабинете рассказывали о профессии машиниста крана. Все желающие могли сесть за руль и попробовать управлять этой машиной. Конечно, в мини-варианте. В будущем я не собираюсь управлять краном, но это было интересно. Нам показывать, с кем ты можешь стать, на кого учиться. Сварщик, каменщик или автомеханик. На мастер-классах школьникам наглядно показывали, что представляют из себя эти профессии. Причем рабочие навыки наглядно продемонстрировали сами студенты техникума. Например, Леша Евдокимов уже второй год учится на прораба. Он с детства точно знал, кем станет. Когда я поступал, не ходил никуда на мастер-классы. Не было такого. А сейчас есть, и это круто. Некоторым абитуриентам нравится приходить, посмотреть, как другие работают. Им это кажется слишком интересно. Может, им захочется тоже строить. Профориентация – это очень многоплановая работа. Много форм методов, но я считаю самым лучшим методом – это когда дети приходят на площадку и видят, как надо кирпич класть. Когда они своими руками пробуют, кисточку берут в руки, мастерок берут, на тренажере посидят, видят. И они лучше понимают, что за профессия. Проект «Профессиональная среда» существует уже 4 года. За это время количество желающих освоить рабочую профессию выросло на 10%. Более 5,5 тысяч школьников столицы Чувашии участвуют в программе профориентации. И это только за прошлый учебный год. Профессии, которые на сегодняшний день мы тоже мониторим и исследуем, являются актуальными. Это в первую очередь рабочая профессия, инженерная профессия и педагогическая специальность. Педагогические профессии – это и дошкольные, и учитель начальных классов, учитель физкультуры и другие. На сегодняшний момент здесь более-менее благополучные ситуации, в том числе заработные платья, с материально-техническим обеспечением. Поэтому наши девятиклассники охотно поступают, в том числе, на эти специальности. Техникумы и колледжи школьники посещают по средам. Еженедельно на сайте управления образования публикуются списки мастер-классов, из которых можно выбрать самые интересные. Там же можно зарегистрироваться. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Самые креативные, артистичные, при этом еще и трудолюбивые. Это все о студентах трудовых отрядов Чувашии. Всех их уже не один десяток лет собирает вместе звездная карусель. В этом году фестиваль прошел во Дворце культуры Чувашского госуниверситета. Педагоги, строители, аграрии, проводники РЖД. В этот вечер все они немного артисты. На звездной карусели подводят итоги летнего трудового сезона. И, конечно, от каждого отряда творческий номер. Раньше в фестивале участвовали только педагогические отряды. В последние три года к ним присоединились все трудовые студенческие коллективы. Отряд у нас образовался недавно. Это в ноябре прошлого года. Мне пришла такая идея, чтобы объединить студентов факультета ветеринарной медицины из этих дней для совместного обучения на практике. Сейчас стоит 55 студентов, 55 бойцов отряда. Их поле деятельности – ветеринарные клиники, приюты для животных, фермы, зооуголки. Они помогают тем, кто больше всего в этом нуждается. Практики предостаточно. В этом году ребята стали участниками двух крупнейших всероссийских проектов – «Мост» и «Альтаир», где совершенствовали свое мастерство. Студенческие трудовые отряды из Чувашии работают практически на территории всей России. С 17 февраля 2016 года в Российской Федерации отмечается День РСО. Это как раз говорит о том, что государство оценивает ту роль, которую трудовое студенчество играет в развитии экономики. В этом году у нас было 64 отряда. Самые многочисленные, вы знаете, это у нас педагогические отряды, северсные отряды, строительные, сельскохозяйственные. Я в студенческом отряде уже три года. И на самом деле это очень хорошая площадка для развития себя, развития своих творческих каких-то способностей, развития личностных качеств, такие как общение, коммуникабельность. Впервые на фестивале «Звездная карусель» в этом году студенты соревновались, кто умнее. Ребята соревновались командами, опять же, между собой. По знанию устава, по знанию традиций, по знанию истории студенческих отрядов и вообще по логическим задачкам. Все призовые места достались педагогическим отрядам. Но это ведь не главное. Важно, что все эти ребята хранят традиции и строят будущее. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Спеть на всю Республику. В честь своего пятого дня рождения Таванрадио предоставило такую возможность своим слушателям. Полгода назад на «Волнах 100 и 3 FM» дали старт первой музыкальной премии Таван Юра. И понеслось. Десятки певцов, известных и только начинающих. 11 номинаций. 10 из них для профессионалов. Певец и певица года, шлягер, дуэт, радиохит. Победит тот, за кого проголосует больше радиослушателей. Подробнее познакомиться с номинантами можно на сайте Таванрадио.ру и в группе ВКонтакте. Самая необычная номинация «Щенеяд» – новое имя. Она единственная, участники которой не профессионалы, не известные артисты. Просто люди, которые хотят и умеют петь. То мы им тоже предоставили такую возможность показать себя, потому что самородков очень много, правда, в Чувашской республике. Но раскрыться им негде. Участники на протяжении нескольких месяцев присылали свои песни на любимое радио. Больше ста песен. Строгая профессиональная жюри выбрала из них пять лучших. Кто-то без образования поет и за душу берет. Хочется плакать, хочется смеяться. Про маму там поют, про еще что-то там. Вот таких мы выделили. Но даже несмотря на то технику пения, как они владеют, мы не смотрели на это. Кто с душой поет, видимо, вот это именно истинное такое пение, душевное пение, доходит и без техники пения. Эти песни вы еще не раз услышите в эфире Таван Радио и в группе ВКонтакте. Их исполнители станут гостями программ. Отдать голос за победителя можно на сайте таванрадио.ру. 16 декабря в ДК «Трактора строителей» приглашаются все финалисты. А победитель споет на большой сцене вместе с известными чувашскими исполнителями. Там же подведут итоги по всем номинациям. В воскресенье, замечательный день, в 17 часов. Мы ждем всех на первую музыкальную премию Тавана Юра. Это будет очень большой, красивый, мощный концерт, потому что там будут лучшие исполнители, лучшие коллективы. В общем, все сливки собираются 16 декабря в ДК «Трактора строителей». Кстати, билеты можно приобрести в кассе ДК «Трактора строителей» и выиграть в эфире Таван Радио. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Что такое хатха-йога и чем она полезна для малышей? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа искала в Чебоксарском детском саду номер 165. Еще раз вдох, животик надули. Выдох. Упражнение на технику дыхания – одно из базовых в хатха-йоге. Правильное дыхание улучшает самочувствие и делает тренировки эффективнее. Этому ребята учатся с 4 лет. Ручки вверх и через стороны ручки опустили вниз. Занятия детской йогой проходят два раза в неделю. За 40 минут дошкольники успевают сделать несколько базовых элементов. В йоге их называют позами – морская звезда, черепаха, скат. Моя любимая поза – это крабик. Она делается вот так. Легко тебе ее делать? Да. Чтобы черепаха получилась, должны быть руки и ноги гибкими. У тебя гибкие ручки и ножки. Свою гибкость развивают и родители. Иногда в садике проводят совместные занятия. Вообще очень помогает расслабиться. Каждые выходные мы с ребенком стараемся заниматься йогой. Повторяем те упражнения, которые мы узнали здесь. И проводим весело время. Хатха-йога – одна из форм дополнительного образования. В 165-м детском саду ее преподают два года. В этих упражнениях основной эффект достигается за счет статического удержания поз. И чередуются напряжение и расслабление. И все это сопровождается дыхательной гимнастикой. Основное физическое качество, которое развивается – это гибкость. Кроме того, дети с неустановленной психологической сферой более успокаиваются. И у них стабилизация в эмоциональном состоянии происходит. Занятия хатха-йогой проходят еще в нескольких детских садах. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Вилеев, Республика. Сборная Чувашия завоевала несколько медалей. Вошла в пятерку лучших команд страны на 4-м всероссийском фестивале ГТО в Международном детском центре Артек. Всего в фестивале участвовали 657 школьников из 83 регионов страны. Ребята соревновались в нормативах согласно возрастным ступеням. Бег на короткие и длинные дистанции, наклон вперед, метание снаряда, плавание и другие дисциплины. В программу вошли и творческие конкурсы на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников и лучшую агитбригаду по теме команда ГТО. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в Чувашии внедряется достаточно активно. В 2018 году в сдаче норматива в ГТО приняло участие около 7 тысяч школьников. Получили значки более 2,5 тысяч. Это все новости. Впереди для вас полезная информация. А я прощаюсь до завтра. Красивые зубы безболезненно не только для пациента, но и его кошелька. Как это возможно сделать, демонстрировали сегодня в Академии стоматологического мастерства доктора Зорина. Там прошел курс по реставрации фронтальной группы зубов композитными материалами. Занятие вел обладатель первой международной премии в номинации «Лучший стоматолог-реставратор» в 2018 году Денис Крутиков. Очень многие пациенты отказываются сейчас от керамических конструкций в силу финансовых каких-то проблем. Поэтому композитная реставрация как более дешевый способ эстетического восстановления зубов, особенно передних, становится все более и более популярной. Послушать лекции и тут же применить знания на практике приехали врачи со всей Чувашии из Казани, Нижнего Новгорода. Анастасия Винокур – победитель Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Эстетическая реставрация зубов». У моего условного пациента проблема была единственная – отсутствовала половина зуба. Он упал с велосипеда и сказал, укол зуба. Восстанавливали естественную анатомию с учетом всей прозрачности. Используем новые материалы, пробуем новые методы реставрации для того, чтобы они были высокоэстетичными, максимально приближенными к естественной природе зуба. Мастер-классы, семинары и лекционные курсы в Академии стоматологического мастерства доктора Зорина проходят регулярно. Как говорят организаторы, технологии в стоматологии постоянно совершенствуются. Не оставаясь от них – главная задача современных врачей. В 80-90% проблем полости рта возникает из-за неправильных, некачественных поставленных пломб и коронок. От этого у нас возникло желание организовать свою Академию стоматологического мастерства, чтобы обучать не только врачей своей клиники, но и всех. В том числе мы здесь обучаем и студентов, и молодых врачей. Дверь открыта для у нас, для всех желающих, кто хочет именно оказывать качественное лечение своим пациентам и совершенствовать свое мастерство. Следующий семинар уже 9 ноября. Вся информация на сайте www.dentomet.com во вкладке «Учебный центр». Более тысячи изделий из различных видов меха – норка, енот, кролик, сурок, мутон – предлагает выставка верхней одежды «Зимняя сказка», расположившийся фойе ДК тракторостроителей. Шубки, куртки и плащи всевозможных фасонов и моделей не оставят равнодушным даже самого взыскательного покупателя. Пудра, графит, жемчуг – такой огромный выбор, что глаза разбегаются. И если не покататься, то хотя бы поносить можно. Даже инфинити. Для тех, у кого накопления оказалось недостаточно, есть очень легкое решение. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях. Также для удобства покупателей присутствует наша внутренняя рассрочка фирмы. И за наличный и безналичный расчет, в зависимости от модели, мы делаем скидочки до 50%. Облагороженная овчина за 10 тысяч или самый теплый мех енота решает, безусловно, покупатель. Подобрать подходящий размер – не проблема. В «Зимней сказке» представлена одежда с 40-го по 64-й, которые доставят вам только радость. Данную модель из эко-кожи можно приобрести по цене всего лишь за 4 тысячи рублей. И курточку из холлофайдера за 1 тысячу рублей. Такие скидки распространяются на изделие до 44-го размера. Но и тем, кому требуется побольше женского счастья, трудно устоять от покупки. Ну как вам шубка? Здравить. Ну что, шуба – это шуба. А сколько вы знали про выставку? Вам привела. Так много, да, много что у вас тут имеется. Так что можно приходить, покупать, выбирать, походить. И скидки ничего нормального. Модные сегодня шубки с кроем «Паркет», «Автоледи» или «Полный трансформер» ждут вас на выставке «Зимняя сказка» с 10 до 19 часов в ДК «Трактора строителей» до 11 ноября. Включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова